Тысячи лет собаки являются верными спутниками и друзьями человека. За это время было выведено несколько сотен пород, каждая из которых обладает своими особенностями. Традиционно выделяют мелкие, средние и крупные породы. Но даже среди крупных пород есть свои рекордсмены, которых специалисты выделяют в особую группу – гигантские породы. Эти здоровики не оставят никого равнодушным, кто-то восхищается ими, а кто-то откровенно побаивается. Ну а мы должны выяснить сегодня, кто из них является абсолютным рекордсменом и носит титул самой большой собаки на планете Земля. На связи Лайтовый канал, и мы представляем топ-10 самых больших пород собак в мире. Поехали! Десятое место. Сен-Бернар. Порода носит название монастыря Сен-Бернар, находящегося в Альпах. Именно монахи этой обители внесли наибольший вклад в развитие породы. Живя в горах, монахи использовали Сен-Бернаров в спасательных целях для откапывания людей, настигнутых снежной лавиной. Тысячи людей остались в долгу перед этой собакой за свою спасенную жизнь. Средний рост Сен-Бернаров от 65 до 75 сантиметров, вес от 65 до 80 килограмм. Самым большим представителем породы был самец по кличке Бенедиктинец. Он стал известен всему миру как самый тяжелый пес, вес которого достигал 166 килограмм. Среди Сен-Бернаров отличился и еще один самец по кличке Майор Ф, получивший всемирную славу как самая длинная собака в мире. Длина его тела от кончика носа до кончика хвоста составляла 269 сантиметров. Девятое место. Шотландский дирхаунд. Шотландский дирхаунд имеет второе название – оленья борзая. Порода относится к числу охотничьих борзых. Эти уникальные ловчие собаки обладают такой силой, выносливостью и умением настичь свою добычу, что позволяли своим охотникам ходить на оленя даже без оружия. Гибкость борзой в сочетании с более крупным и тяжелым телосложением делает собак породы шотландский дирхаунд очень стремительными и мощными. Вот почему эта борзая способна настичь и убить дикого оленя. Поджарые и легкие дирхаунды достигают 80 сантиметров роста при умеренном весе до 50 килограмм. Это довольно редкая порода, которая почти уже не используется в охотничьих целях, став хорошим компаньоном для владельцев этих собак по всему миру. Восьмое место. Лианбергер. Эта порода собак носит название города Лианберг, что находится в Германии. Создателем породы считается мэр этого города Генрих Эссик. Выведена она была путем скрещивания трех благородных и очень красивых пород Ньюфаундлендов, Сенбернаров и перенейских Зененхундов. Все эти породы, выбранные для скрещивания, отличаются яркой и узнаваемой внешностью, добрым и сердечным нравом, острым умом и желанием помочь, защитить и спасти своего хозяина. Благодаря своим прекрасным родственникам, Лианбергер обладает рядом восхитительных качеств. Лианбергеры отлично плавают и могут быть спасателями, а еще прекрасными сторожами. Красивые и сильные, словно львы, с объемной рыжеватой шерстью, эти собаки достигают 75 килограмм в весе и 75 сантиметров в росте. Седьмое место. Тоса-Ину. Эта японская порода бойцовых собак была выведена в конце 19 века на острове Сикоку в провинции Тоса. Тоса-Ину считается настоящим достоянием Японии и относится к числу редчайших собак. Начало истории породы трагично, ведь собак специально разводили на потеху азартной публике. Тоса-Ину участвовали в беспощадных собачьих боях. Порода вобрала в себя уникальную комбинацию породных признаков, выведенных селекционерами из четырех пород. Своими незаурядными качествами Тоса-Ину обязана бультерьером, мастифом, немецким догом и сен-бернаром. Рост этих собак достигает 80 сантиметров, а вес 90 килограмм. Тоса-Ину среди крупных пород считается долгожителем, нередко их возраст достигает 12 лет. Шестое место. Среднеазиатская овчарка. Среднеазиатская овчарка известна также под названиями алабай или туркменский волкодав. Это аборигенная порода региона в Средней Азии, с давних времен сопровождает человека. Овчарки активно использовались для выпаса скота, охраны дома и хозяйства. Животные обладают высоким интеллектом, очень самостоятельны и от этого своенравны. Суровый степной климат воспитал в алабае твердый нрав. Среднеазиатская овчарка обладает острым чувством территории, всегда защищает хозяина и всех обитателей дома. Средние размеры этих собак весьма внушительны. Рост в холке у самцов от 80 сантиметров и вес в пределах от 40 до 80 килограмм. Самым крупным представителем породы является самец по кличке Бульдозер. Он родился в Ставропольском крае. Вес этого красавца пробил отметку в 125 килограмм. Пятое место. Ньюфаундленд. Порода Ньюфаундленд носит одноименное название с провинцией в Канаде. Этот далекий скалистый остров у северо-восточных берегов Северной Америки, терзаемый холодными ветрами и суровым климатом, повлиял на становление и развитие породных качеств этих жизнестойких собак. В этой местности жили собаки, которые стали предками современных Ньюфаундлендов. Они были невероятно выносливые, любили воду, умели нырять, поэтому были высоко оценены рыбаками, которые использовали их в своем промысле. Это были трудолюбивые собаки, оказывающие неоценимую помощь своим хозяевам в различных тяжелых работах. Проявили они себя и как спасатели на воде. Вес Ньюфаундлендов находится в диапазоне от 50 до 70 килограмм. Рост достигает 76 сантиметров. Пушистая и объемная шерсть придает им еще более внушительный вид. Самым крупным представителем породы стал самец, длина тела которого от кончика хвоста до носа составляла 213 сантиметров. Четвертое место. Ирландский волкодав. Ирландский волкодав относится к числу охотничьих собак. Развитие эта старинная порода получила в Ирландии, куда их предки, египетские борзовидные собаки, были завезены кельтскими племенами более 2000 лет назад. Невероятная сила позволяла ирландским волкодавам вступать в схватку с дикими волками, мощными и мускулистыми оленями и другими дикими обитателями ирландских лесов. Теперь времена травильной охоты остались позади, уже не так часто можно встретить охотников в наши дни. Ирландские волкодавы стали любимыми питомцами людей, ценящих красоту крупных пород собак. Средний вес этих животных составляет 65 килограмм, а рост 85 сантиметров. Самый рослый представитель породы появился на свет в далеком 1926 году. Ему удалось превысить планку в 100 сантиметров роста. Третье место. Кавказская овчарка. Кавказ – родина этих статных и гордых овчарок, которые являются настоящим достоянием отечественных селекционеров. Отважные и темпераментные овчарки впитали красоту и мощь живописных гор Кавказа. Они относятся к числу крупнейших пород. Кавказская овчарка достигает 76 сантиметров роста в холке, вес животных – до 100 килограмм. Выводилась эта порода для нужд сельского жителя. Собаки активно использовались для выпаса скота, охраны хозяйства, дома и его обитателей. Именно поэтому кавказская овчарка имеет такой развитый инстинкт охраны территории и защиты всех членов семьи. Второе место. Немецкий дог. Эта мощная и статная порода впервые была выведена в Германии. Для этой породы характерны несколько различных окрасов шерсти. Отличительным породным признаком немецкого дога является самый высокий рост среди всех собак. Минимальный рост самца – 80 сантиметров. Умелые селекционеры наделили немецкого дога разнообразными качествами, унаследованными от скрещивания ирландских волкодавов и английских мастифов. Самым высоким представителем этой породы в течение всего периода наблюдения считается самец по кличке Зевс, который жил в городе Атега, штат Мичиган. Этот стройный гигант имел рост 112 сантиметров в холке. Красавец обладал отменным аппетитом и съедал по 14 мисок корма в день. Для перевозки Зевса хозяева приобрели грузовик, ведь в обычную машину он не помещался. Когда этот гигант вставал на задние лапы, его рост составлял 2 метра 20 сантиметров. Первое место. Английский мастиф. Английский мастиф – старинная английская порода. Изначально эти собаки были предназначены для травли быков, медведей и даже львов. Поэтому неудивительно, что они обладают просто фантастическими габаритами и внушительной силой. Английский мастиф является не только самым большим в своем семействе мастифов, но и считается самой большой собакой по массе тела в мире. Средний вес этого здоровяка находится в пределах от 60 до 100 килограмм. Рост английского мастифа может быть от 68 до 76 сантиметров в холке. Самым выдающимся представителем этой породы является пес по кличке Айкама Зорба, рожденный в далеком 1981 году. Вес этого уникального самца составлял 155 килограмм, а рост – 94 сантиметра. Он был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая и тяжелая собака в мире. Что ж, ну а на этом все. На связи был Лайтовый канал. Подписывайтесь, ставьте лайки и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Впереди много интересного. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok